Папапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапап Канал Купленов Клей. Мы продолжаем идти сквозь лес. В комментариях прошлой серии я заметил то, что мы пропустили там какую-то хрень у дракона. Какие-то записки пропускали, какие-то висящие рога. Это мне, в принципе, не очень важно, не очень интересно. Но то, что дракон мог рассказать, это да. Так что я предлагаю немножечко сначала вернуться, пробежать через этого тролля, который тут ходит огромный, здоровый, сука, узкая этот одноглазый. И попытаться посмотреть, что там нам дракон-то может предложить. Мы, в принципе, можем подойти, тукнуться в него, а потом обратно взять и проиграть около тролля, и все будет нормально. Где он? Я его не слышу. Может быть, он ушел? Почему, кстати, нет? Это было бы довольно неплохо, если бы он ушел. Я его не слышу. Они топают обычно очень быстро. Ну да, суть бы все. Оп, нет, смотри-ка, сука, ходит. Давайте как-то вот сюда встанем. Точнее, даже сядем, наверное, в кусты. Он нас не заметит. Подожди, а кто же одноглазый-то? Кто-то есть? Собака заметил. Ты посмотришь, как он так сел. Я же все сделал идеально, но не должен был мне заметить, что за херня. Так, ты, собака-то лесная. Ты давай тут мне на это, вот без этого, давай, нету, слышь, чё? Нахер, еще разочек. Заход номер два. Мы должны это осилить, мы должны понять, что нам там хотел сказать этот гребаный дракон. Может быть, конечно, фотошоп, хотя на фотошоп-то похоже мало. Точнее, даже не их, она не похожа. В принципе, все должно быть было. Так, куда же мне спрятаться от него тогда? Вот, получается, никуда не спрячешься, сука, он везде меня видит. Ага, вон он, собака. Это я спрячусь вот сюда. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я ушел, ушел я. Сука, он бежит за мной, меня сейчас поймает. Я сейчас убьем, блядь, опять поймал. Да ты тварь, что ли, такая-то, почему такого глаза, что ты говнё. Ну, ладно. Добрался кое-как. Так, где тут была буква Е? Давайте поймем где-то вот тут вот. Я нажимаю её много раз. Возможно, что-то получится. О! Ай, блядь, какой-то ебаный бараний рог. Из-за него я столько сюда шёл, что ли. Ну, надо обосраться. Ладно. Возвратились мы назад. В принципе, если я сейчас не смогу пройти быстро через тролли, я лучше, наверное, быстренько помру, и мы начнём обратно от того места. Так будет целесообразнее, так будет быстрее, так будет логичнее. Я думал, он мне что-то расскажет этот дракон, оказывается, нет, там просто, короче, ебаный рог валяется, который постоянно все ищут. Я нашёл, я нашёл рог, я нашёл чё-чё-то там. То-то, это, то-то, сё-то. Можно, конечно, его сохранить, но... Это довольно долго. Давай иди отсюда уже, троллина. А уж я тебя на фонарё посвечу. Он тебе сквозь камень светит, смотри, как классно. Ну всё, уходи давай. Да заебал ты меня, я пошёл. Всё, тролль. Давай, сука, раз на раз, давай, падла. Да-а-а, да-а-а, да-а-а-а, да-а-а-а. Скотина. Ай, ну долго, ну сколько можно ждать, пока он падла своей хернёй тут всё придумает и пойдёт, надумает, куда идти. Ладно, всё, возвращаемся, идём вперёд. Всех троллей мы обошли, драконов мы обошли, кабанов деревянных мы обошли, хульдр, хульдр, хульдр. Всякую вот эту хульдру мы тоже обошли. Ещё какие-то были ведьмы. Мы помним, ты помнишь? Я шёл, короче, была какая-то ведьма там, или что-то типа того. Она куда-то, правда, утопала, со мной никак не захотела взаимодействовать, не повернуться мне, не рассказать, не сказать, типа, чё да как, чё да там. В итоге это не очень всё у нас с ней получилось, мы с ней не подружились. Она, скорее всего, просто не хотела, а может быть, срать она на меня хотела. Я так понимаю, что мы поднимаемся куда... 5-5, что ли? Я так понимаю, что мы поднимаемся куда-то в горы. Вопрос, зачем нам в эти горы подниматься? Возможно, там живёт Эрик. Но почему он живёт именно где-то наверху, а не где-то внизу? Сверху же ведь не очень удобно добираться, постоянно надо спускаться, подниматься. Нахрен ему это надо? Ну, раз он там живёт, возможно, он обезопасен от троллей, от кабанов. Хотя, если он ходил в те деревни, то ему постоянно пришлось бы через них проходить всё равно. И через кабана, и через тролли, и через хульду. Хульдру. Может, конечно, они с этой хульдой-то как-то... В связке работают, типа, знаешь, они такие компаньоны, там все дела. Чё-то ещё. А может быть и нет. Может быть, она появилась только что. А может быть, вся эта хульдра лесная боится Эрика. Может быть, она... Он и их детей ворует. Ты знаешь? Маленького тролля, маленькую хульду, блядь, всё с собой, короче, уносит. Все его боятся. Всех этих маленьких ведьм... Ведьмочек. Ха-ха, ведьмочек таких маленьких берёт, прям, короче, и уносит вместе с собой куда-то там, куда он уносит обычных детей. Ну, не знаю. Короче, когда мы найдём Эрика, мы его убьём. Это... Ой, смотри-ка. Это ещё один дом тролля, так понимаю. Да, бляха, там опять закрытая дверь, опять туда никак не попаду. А, нет, попаду, смотри-ка. Заставочка пошла. А, Энджер Менеджмент. Я чем-то управляю. Энджер, Энджер, Энджер. Это ярость, наверное, какая-то. Возможно, возможно, управляя яростью, наверное, чё-то типа того. Энгер. А, Энгри. Нет, подожди, Энгри, это не то. А может быть и то. Я хер его знает, в этом английском не забирайся. Энгри, Энгри. Я помню, что Энгри. Потому что Энгри... Ой, там северное сияние. Я помню, потому что Энгри Бёрдс. Та-ра-да-та. Та-ра-да-та. Та-ра-да-ра-да. Та-ра-да-ра-да. Та-ра-да-та. Та-ра-да-ра-да-ра-да. Та-ра-да-ра-да-ра-да. Вот это я помню. Там был Энгри Бёрдс, злые птички, да. Энгри Бёрдс и Факинг Пик. Которые постоянно мешали. Возьми фонарь с собой, вот этот вот. Бляха, смотри-ка, тут такой-то. Свет везде горит. Какие-то неоновые палочки. Может, Эспин там имеется в виду? А где дома? Нихуя. Еще один, смотри, закаменевший дракон. Охереть. Так нам куда, сюда? Блядь, это джедайский меч. Ну, судя по всему, нам куда-то сюда. Но мне кажется, сначала, наверное, нужно проверить дома. Кому он таскает детей? Это до сих пор у меня остается под вопросом. Я не понимаю. Ни разу об этом не сказали, куда он может таскать детей. Таскает их какому-то то ли богу, то ли чего-то такого. Там фигурировал большой волк. Так, открыть им не сюда, что ли, можно? Ни фига себе. Тогда вопрос, куда нам надо действительно. Мне почему-то кажется, нам нужно все-таки в пещеру. Это какой-то горный перевал, куда-то перейти. Дальше в соседнюю локацию или что-то вроде того. Заставка на... Мама! Ох, Эспин. Ты мои отражатели нашла? Да, нашла, маленький мужчина. Ты как, он тебя не тронул? Мам, я в порядке. Точно? Да. Хорошо. Давай сейчас же выбираться отсюда. Мама. Он в любую минуту может вернуться. Думаю, просто надо бежать. Мама! Неохота оказаться загнанной в аду. Мама, послушай! Что? Нам уходить надо! Мама, я не пойду. Это как понимать? Я не могу с тобой пойти, мама. Я оставлял следы, чтобы попрощаться. Эспин. Ты не знаешь, что он намерен делать. Я многое видела, многое читала. Я знаю, мама. Я знаю, что он будет делать. И что нужно делать мне. Эспин? Это он идет. Прячься быстро! Ебать ты старый, слышь! Мне надо было сюда приходить. Ты моего сына похитил. Ты убийца. Ты похищаешь детей из дома. Моя судьба несет мне не радость, а страдание. Но выбрал я не я. Твоя судьба несет тебе страдание? А этим детям каково? Всем этим детям? Они избраны. Они должны уйти. Некоторые из них, например, твой сын, идут сами. Они же дети, тварь! Ты эдакая! Они не должны решать, жить им или умереть! Ты им врешь! Ты их заманиваешь! Я не лгу. Я только говорю им, что должно произойти. На это нет времени. Скоро рассвет. Эспен, нам надо уходить. Эспен, мы должны уходить. Назад! Не смей его трогать! Мама, все хорошо. Все будет хорошо. Нет, не трогай ее! Беги, Эспен, беги! Ты его уже не защитишь. Мама! 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 Мне жаль. Ну смотри-ка. Эрик предстал пред нами, так сказать, лицом к лицу. Старый, дряхлый мужичок въебал нашей бабеньки по щам. Причем въебал так нормально. Насразу в нокаут бабенька-то ушла. Козел, говорит нам главный герой. И куртку! А куртку-то? У тебя же куртка была на портфеле. Куда ты куртку просрала? Нет, ну в принципе, кстати говоря, почему бы нет? Я уж начал пугаться, что... Они ушли. Я уж начал пугаться, что игра заканчивается. Так, возьму-ка я этот ключ. А, это ключ от всех дверей, наверное. Ключ от дверей везде. Куда можно их вставить? Это в здоровой двери, он похож по форме. Так, читать. Биврест. Дневник Эрика. Сегодня утром я не мог посмотреть на себя в зеркало. Отвращение от одной мысли о том, что я делаю не даст мне, не дает мне есть. Прошедшие годы, как же их много. Отцы и матери прячут от меня своих крошек, когда приближается время. Но я всегда всех нахожу, как бы далеко мне не пришлось искать. Спрячут ли они их кладовки или под кроватью я спущусь с горы и украду их. На острове почти не осталось детей, а Фенрир не примет ничего другого. Все было потеряно, если бы не Биврест. Он упал во время войны, разрушенный и почти погибший от магии. Он рассыпался вокруг, а его части еще используют, чтобы пересекать пространство между мирами. В отчаянии набрел я на такой кусок и пошел за ним куда-то. Другое место. И там я нашел ребенка и еще детей, которые могли приглянуться в Фенриру. Я отвел этих детей назад по мосту Биврест, и волк остался доволен. Так, ну смотри. Я так понимаю, что это на рассказ про какого-то дракона. Когда-то, в другое место, дневник Эрика. Но он заметил мой обман. Заметил, что я обнаружил нечто невиданное и стал требовать больше. Все больше и больше. Волк знает о тайном мире. Идя туда, я подверг опасности все. Но какой у меня был выбор? Я не могу спать, не могу есть, вижу их лица. Меня преследуют их красные от слез глаза. Мне трудно удержаться на ногах. На меня давит тяжесть их ужаса. Боги, помогите. Смотри. Да пошел ты, Эрик, сука старая тварь. Ну тут мафан, нихуя себе. То есть, получается... Подожди-ка. То есть, получается, Эрик падла не вна... Подожди, серьезно? О, голова троллена, заебца. Если я правильно понимаю, то мы сейчас находимся в другом мире. То есть, путем переплывания этого болота, или пруда, когда Эрик увез Эспина на лодке, на том же самом... В пруду, в том же самом. Мы тем самым попали, получается, в другой мир. В мир всех этих скандинавских сказок, легенд и этой прочей поеботы, которая здесь происходит. Ну, потому что в нашем мире луна-то целая. Вот оно че. То есть, мы сейчас, получается, на чужой территории находимся? Охереть! Вот это за место, сука. Волк. Рассказ Эрика. Ну, Волк Фенрир пошел за нами, рассчитывая сожрать наше пристанище. Он вступил в жестокую схватку с Видером. Тот влез прямо в волку в пасть и схватил его за челюсти. Согласно пророчеству, Видер должен был победить волка, разорвав ему пасть. Но он был тяжело ранен и измотан в бою. Он крикнул зверю, ДОВОЛЬНО! Не трогай эту землю, проклятый волк! Давай заключим договор. Требуй чего угодно, только оставь эту землю. То есть... Охереть! У нас так много сегодня открывается? Я уже практически понял смысл эриковских деяний. То есть он специально... Не специально! Он спасает свой мир от нашествия, пришествия волка, который хотел этот мир весь уничтожить. И тем самым, приводя ему по ребенку там, или по сколько-то ребенков, детей, он спасает этот мир от волка. Он просто дает ему... Получается, дает какую-то дань, чтобы волк оставил мир в покое. Вот в чем соль. Эрик вот про это нам говорил, типа, я не виноват, что избрал эту судьбу. Вам не понять. Ну или такого он не говорил. Ну что обычно говорят в таких случаях? Вам не понять, вы ничего не смеете, не знаете. Как бы это все не для этого. Блядь, я думал от этих дверей ключ-то. А в честь-то с этой дверью-то, кстати говоря? Мы столько уже... Столько уже этих дверей находили и ни разу ни одной не открыли. Что это за херня? Что это такое? А тот дракон, который упал, глаза, глаз, который мы видели, это как раз-таки, наверное, и есть то существо, о котором писал Эрик, который помогает путешествовать между мирами. Получается, от дракона осталась глазница. Глаз. Который живой. Значит, дракон до сих пор еще жив. И этот дракон, рассыпавшись на части, создал какой-то тоннель. Туннель. Туннель. Что угодно. И через него Эрик, проходя, пиздит детей из нашего мира. Потому что в его мире все дети закончились. А все люди по-само-убивались, потому что у них трагедия. Они просрали всех детей, и они не могут так дальше жить. Вот это, сука, замес. Вот это нихера себе. Я, конечно, теперь с одной стороны понимаю Эрика, но теперь я его уже не понимаю. Нахера? Вот серьезно. Зачем ему сейчас воровать детей? Весь мир его пал. Народу нет. Все люди мертвы. Он остался здесь один. Тогда какого хера он продолжает воровать детей, если держать и спасать уже больше нечего? Пещера была явлением из кошмара. На земле разбросаны игрушки и одежда. Сокровища сотни или больше детей выброшены, как оберточная бумага. Сокровища сотни или больше детей. Иметь в виду игрушки. Это была гробница. Склеп. Ужас, который должны быть испытывали эти дети, смятение. Единственное утешение их лишили. Тогда я поняла, что не просто найду Эрика и спасу сына, а еще Эрика убью. Сука, это. Ну да, правильно. Он реально, он уже больной человек. Он не понимает того, что это уже бессмысленно. Хотя, может быть, он, конечно, все это прекрасно понимает, и тем самым он просто спасает свою жизнь. Потому что, типа, как бы раз такой, раз, 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 типа, нихера себе. Че это, я должен умирать, принесу-ка я лучше 500 детей. Ну, хуй знает. Ну вот, а че ему жить одному здесь? Ну, какой смысл? Ну, естественно, смысл есть, он хочет жить, в этом-то и весь смысл. Ну, валять, таким образом он поступает просто отвратительно, потому что мы его сейчас реально убьем. Так, подожди, а может быть... Нет, подожди, тогда, если это не наш мир, я просто, игрушечный солдатик. Просто, а вот откуда то световое меси-то из нашего мира притащили. Просто, если, допустим, это до сих пор наш мир, то почему до сих пор не нашли эти места обитания? Может быть, вот это переход? Я просто увидел книжку, подумал, что она прочитает какое-нибудь заклинание, и мы тем самым переместимся в мир Эрика. Там-то, возможно, кто-то живой-то еще есть. Но что-то, мне кажется, мы уже в этом мире. Ну, давай почитаем. Катерилл отдалить, панорамирование, приблизить. И что? Это, короче, все дети, которых он тащил, что ли? Эспин, вот, Эспин Дахл, Эспин Дахл. И что мне делать? Ну, я как бы... Кикстартер. А, кикстарт, а, это имеется в виду, наверное, дети, которых похитили, но он этих детей, разработчиков, представил нам в качестве людей, которые помогали этой игре на кикстартере. Ну, хорошо, ладно, прикольно, но я бы не хотел оказаться в этой книжке, если бы я помогал кикстартере этой игре. Это как-то не прикольно, да, короче, ты помогаешь, там высылаешь какие-то деньги на помощь разработчикам, они включают в список мертвых детей. Охуенно, что? На что я сюда пришел-то? Наверное, комната кикстартера какого-нибудь, что-то типа того. Может быть, я все-таки что-то не сделал? Давайте-ка попробуем что-нибудь перевести, когда, возможно, что-нибудь поймем. Так, хороший ребенок, но маленько сложный, не может остановиться говорить о деревьях. Нет, это какие-то эти. Ну, вон же Эспин-то, ну, бравый и мягкий ребенок, податливый, наверное, первый, однажды живущий позади, думает, что-то какие-то записки. Так ты чё, мать, вот я тебя Эспин нашел, в чём проблема-то? А куда мы, подожди, а куда мы муку тащить-то? Я чё-то не понимаю, или чё? Световые, ну-ка нахер. Ну, я же должен куда-то, по идее, наверное. Я думал, я сейчас в какой-нибудь портал пойду. Или чё? Может быть, вот тут? Да, ну, нет. Так, я сейчас немножко в недоумении. Это мы по кругу прошмодляли. Прошмодляли, так сказать. Это вход в пещеру. Больше, как бы, никаких путей и проходов-то нет. Там был, конечно, подпол. Но, если бы нам нужно было в подпол, Эрик, наверное, пришёл бы из подпола. Вот. Нет, да ты серьёзно угораешься? Куда метить-то? В пещерку мы сходили. Здесь мы, по-моему, тоже всё обыскали. Ключ никуда не применяется. Хотя я его для чего-то... Подожди, я же взял ключ! Значит, ключ должен куда-то подойти. Возможно, здесь я всё-таки могу его как-то применить? Нет? Да ты, мать, угораешь, серьёзно. Ты куда меня хочешь отправить? Я не вижу тебя. Тихо, вон там аж пещерка. Нет. ты же это же сюда нужно было только внимательнее осмотреться возможно здесь мы найдем ключ к порталу по ходу дела эрик не только детей то воровал еще кучу всякого этого напиздил столов стульев книжки он полки кучу добра сука старая наворовал представляешь а может это бесполезное помещение я нашел его просто так это также немного странно а нет отлично здесь есть проход в пещеру ну все хорошо разобрались нашлись идем да и как раз загрузка пошла бойцовский клуб он файт клуб и эрик нарису блять эрик нарисован как будто он какой-то сверхъестественный герой такой брутальный вечер о молодой такой вечер ой на самом деле он старый дряхлый пес как тот который мы видели который оплакивал свою дочь хорошо ага вон они это чё тут где-то волк бежать я предлагаю не бежать потому что они стоят и смотрят вниз им интересно я не буду все таки бегать бегать я не буду я хочу пойти во первых тихо потому что там какой-то волк это раз если у меня запалит я должен запалить его первым потому что когда ты знаешь твой соперник находится ты в более выгодный позиции блять он поджег собаку с ними ничего не случилось чему с ними то с ним то пускай аспин жив пускай будет старый долбоёб только что поджег собаку опа и ушли нет реально только что поджег собаку взял поджег собаку и почему собаку а не волка потому что сказал что там долго какая-то собака значит он реально поджег собаку теперь нас преследует горящий пёс охуенно всю жизнь мечтал короче встретиться раз на раз с горящим псом в этой игре жизни то я вообще не хотел с горящим псом встречаться я вообще в принципе не хотел бы встречаться с агрессивно настроенным псом потому что она он может меня укусить сразить бешенством будут колоть много уколов в пузо от бешенства сейчас не знаю как это дело лечится раньше по крайней мере вроде было так поэтому если ты видишь агрессивно настроенную собаку лучше мне не подходи и руку ей не тяни а то думаю сейчас конечно я ее поглажу успокою она станет добренько я возьму ее домой нет домой ты заберешь бешенство канал тебя укусит потому что собаки злые не просто так если собака на тебя рычит значит ты собаке не понравился и восстанавливать так сказать эту дружбу и пытаться ее наладить я бы тебе не советовал это опасно так тут нас кругом одни пропасть я понимаю что идти надо по на мостам но надо просмотреться немножко про окраином осмотреть может быть что-то где-то пропущено или а вдруг очередной какой-нибудь ебаный барани рук ради которого стоило возвращаться в начале по крайней мере не стоило я бы так сказал но нам пришлось брат чу наверху что-то теплое напуганное по моему страх придает крови пикантность согласен давным-давно я не губил никого крупнее зайца у меня в животе урчит предвкушение мясо сыграем догонялки брат сыграем в догонялки а кто это и братья бля думайте сука я сейчас сыграю в догонялки я не хочу играть с какими-то неадекватные братьями в догонялки если они об этом я ваши игры не играю давайте вы друг с другом побегаете и в конце можете делать все что угодно только меня не трогайте я иду по своим делам где брак какие почему их не видно то главное я слышал но с фонариками их не видел чё за бред я должен ты шептаешься правда не просто скрипит серьезно где они там горит костер где-то тут еще что-то горит много чего горит какие-то два долбаева а почему ты спускаешься вниз мадам объясни ко мне мы видели спина этого мудака эрика где-то там на горе с какого перепуга ты сейчас спускаешься вниз объясни мне пожалуйста нам же наверное не выгодно вниз спускаться на какие-то братья и не нету не нет чувства самосохранения надо было как-то по краям что ли по скалам пройтись просто тупо в то же место где был эрик он блять поджег собаку здесь бегает подожженный пес и два брата которые хотят кого-то сожрать то сожрать они хотят судя по всему меня потому что я тут хожу с чувством страха мясо горит у них от страха вкуснее охереть приправка блять чуваки давайте как-то без этого все решим мирно чисто тихо не игрушка на самом деле охеренно когда выходила то днк про которую я говорил в первой серии она ничего абсолютно такого не предвещала да что-то было да там ходил какой-то тролль тоже я думал это будет такой знаешь ну ну хоррор хоррор типа такой хоррор прям это не хоррор это приключение такие здравые конечно здесь очень мало историй и вообще записок чего начнем пир всегда начинай с ног если хочешь чтобы твой обед слышал какой он вкусный брат для меня первым делом хребет стоит избавить их от боли они смогут чуть ли не наслаждаться тем как их поедают изобретательнее некуда посмотрим будет ли наш следующий обед таким же находчивым и блять догнали меня смотри-ка девка которая плакала волка или застрелы оплакавая моя волком подожди я не понял алё братья братаны ну вы чё еба ребята ну они меня зажали в дырки я в принципе не мог никуда пойти значит там есть дверь значит в эту дверь нужно проскользнуть давайте начинаете еще начнем пир блять а с пятки нахуй в нос начнете вы пирс вы поняли нет хорошо они сюда не пройдут пиздите пиздите полдня можете пиздеть я уже ушел оттуда так значит смотри горящий волк поджигает солнце или солнце поджигает волка и он начинает гореть значит нам нужно в них светить надо взять факел волки боятся огня а ага а где его возьму то я со стены факела сорвать не умею это просто рисунок но там было что-то вот слышит горит по-моему только что чё-то так огненно потрескивал а пришел ли а эти волки боятся луны да это факел то взять я чё-то ни одного волка вообще не вижу может быть эти волки и есть те самые которые заставляют эрика таскать ему детей спасибо просто если это они то я тебя вижу о блять здорово ага сука хорош белый волк боится фонаря а тот волк боится факелов а ебать ха-ха-ха слышь ты хульдра четырехлапая я сука знаю таких боится огня только в путь черти бляха так надо и сходить и взять факел все чувак проваливай больно сука если он бегает туда значит я смогу сбегать на кузову значит я смогу взять факел здесь хорошо и мне придется поочередно значит менять в руках сначала факел потом блях он в пещеру в общем общем придется менять факел и фонарь местами чтобы отпугивать то одного волка то другого ну хорошо это сложно в принципе можно запутаться но надо смотреть по глазам синие глаза значит фонарь красные глаза мелкая тварь нашла огонь а все что нажмите е чтобы звонить фонариком а факел хорошо все блять шапки выходи по одному как махнуть а с факелом сука будешь знать так них надо уничтожить или чё нихрена непонятно короче говоря так смотри а факел засветит мне им обязательно махать или они увидят факел и сами льгот это они меня сейчас напрягать начнут да но я им не дамся нихера я сейчас сожгу обоих херам и все будут знать не надо связываться с буйной мамашей не надо ой не надо ой блять получите у меня сейчас черти лесные так ты ж куда убежал ты белобрысый блять синеглазка где ты пошли сейчас как по свечу в ебало фонарем то будешь визжать у меня как сучка три дня от боли и ты тоже подходи у меня вам факел есть махну час как понял нет кругом сука толпа дегенератов давай что они забыли про меня как они обосрались сколь мелкая тварь нашла огонь и съебались а еще мелкая тварь нашла фонарь как прям в рифму я сказал только фонарь у мелкой твари уже был это значит что эти волчары уже в заведомо проигрышном положении то оказывались собаки ты их уже и не боюсь совсем чё сердечко заколотилась я не понял кто-то за мной идешь я сейчас пойду на блять фонарь и факел чё помахаю я уже туда идут они странно небезопасно я тебе опять скажу небезопасно а там велика зеленевший небезопасно ходить по этим мостам ну не вызывают они вот абсолютно никакого доверия не в любой момент могут развалиться прямо под ногами прям сразу что-то строил короче закрепить эту голову прятал кто-то бил походу какие-то гопники великаны напали на дно великаны начали уколотить но также нельзя куда волки срулили и вот этого эрик сделать не мог столько лет он просто не мог тупо подобрать факел что ли можем спокойно сказать сука еще раз чем пискнешь я тебя спалю ну не знаю эрик ну ты конечно дебил серьезно ты дурак тут у нас портал а портал смысле где портал ничего сейчас битва с волками что ли будет суд по всему да обойди ее со спины брат мне это надоело пожалуйста мне только сына нужно найти я слышу ваш разговор вы меня понимаете пожалуйста не убивайте меня я знаю о вас знаю что вы здесь в ловушке жалкая шафка блеет как овца я чую твой страх мелкая а я твой короче если не хотят останки меня со спины не нужно им допускать того чтобы а не в походе во все понял precurs einen holmes 화 делом этого чувака поджигает нам не нужно допускать чтобы они подходили к нам со спиной пусть они все будут с одной стороны у дичьев твой пока здесь везде тупике ни хрена себе куда-то подойти куда-то пройти сучки похоже она затем козлом гонится брат точно я бы посмотрел что она ему сделает люди так своих детей защищают папаша наслаждается самым отборным мясом а мы тут чахнем эту несправедливость я терпеть не могу до окончания ночи мы тоже кое-что попробуем в любом случае лучше та неуловимая тварь чем эрик думаю мясо жесткое как у вепря да но чувствовать как его череп хвостит у меня в зубах а руки тянутся к моей морде хочу делать ну-ка уйди отсюда где 2 чем с ними делать тень мимо воду может наебнуться или загнать их обок сюда не дает пройти да маши ты быстрее у дядючок может все таки как-то загнать в воду типа это такой босс ну хорошо давай попробуем загнать их воду они оба с одной стороны вон там я видел один идет сюда нет они в ту сторону даже не бегут никак они обходят меня со спины блядь сожрал меня смотри как among the sleep и медведь где-то я короче это уже видел эту игру такая была игра ладненько давайте мы на этом наверное сегодня закончим я просто даже не понимаю что с ними нужно делать но это никак не помогает ну серьезно что с ними делать я могу не у него спокойно пробегать иди в колодец они убегают от этого колодца они ни в коем случае аааа ёптыж я их на себе ха 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 здорово глупое создание в ловушке это лишь вопрос времени я уже столько лет жду могу еще подождать уроды я вам помочь не могу отпустите же меня пожалуйста что эта тварь несет брат по моему она с нами договориться хочет интересно что же она может предложить у меня есть ключ я могу открыть одну из дверей у нее один из ключей Эрика вижу убоги она может нас выпустить и мы снова будем свободны брат ну так что я могу вас отсюда выпустить я только хочу чтобы меня в покое оставили пожалуй мы все таки можем прийти к соглашению я немного знаю ее язык дай поговорю человек хочешь с нами договориться боже мой я могу выпустить из ущелья если пообещать дождите мне уйти а ты знаешь что грозит этому острову нашу репутацию знаешь плевал я на этот остров я только сына найти хочу очень хорошо договорились ключом открывается дверь позади тебя иди открой ее мы будем здесь потом можешь уйти окей договорились а откуда вы мне знать что вы меня потом не убьете ты этого не знаешь но вариантов у тебя не так много но если хочешь можешь остаться там умереть мы не можем посмотрим кто будет вынужден уступить кроме того как мы понимаем к рассвету тебе нужно кое куда попасть решать тебе ладно но если кто-то из вас приблизится я ключ выброшу и отпирать эту дверь лапами но они могут этим как у они могут в принципе зубами как-то поработать чё типа все благодарим тебя мелкое создание брат мы свободны это так кажется и я все равно я не прочь голод утолить и я эй эй нет вы обещали опять заблеяло хватаем ее на этот раз быстро слышно уже обещали пацаны ну вы чё как не пацаны таки поступаете то суки нужно просто бежать как можно быстрее куда-нибудь да будь она проклята мелкая человечина идем брат нам тут больше нечего делать посмотрим что там бродит по тоннелям очень хорошо хель тебя побери блять it's a bad guy я не знаю что это такое ладно мы справились с волками это самое главное я хотел серию закончить но оказалось что заканчивать не нужно было нужно было что было бежать сломя голову куда-нибудь и оказалось что нужно было бежать к двери вот на этом давайте мы на сегодня и закончим ссылка на пользу будет в описании под видео подписывайтесь на канал на паблик на twitter комментируйте ставьте лайки и всем до встречи ребятушки всем пока раньше здесь был мат пока следующий раз